Да, это «Железная логика». Начинаем программу. В студии Наталья Мамедова и Сергей Михеев. Сергей Александрович, Конгресс США сомневается в надежности расходов и требует отчета о том, как будут потрачены 40 миллиардов долларов, или уже частично потрачены, никто же не знает, выделены Киеву. Об этом пишет политика. Ну, собственно, и не одни одни, и по другим каналам идет информация из США о том, что представители Конгресса не отдельные люди, а это уже как бы такая позиция. Прямо конкретно к Джо Байдену. Куда деньги пойдут? Что из них пошло? Это хорошая новость, или она все равно не повлияет на развитие событий? Ну, эта новость такая, знаете, как бы она интересная для тех, кто исследует эти политические процессы, но думать, что это означает изменение отношения американцев и американских, в том числе конгрессменов, элиты американских, к самому все вопросы Украины и России не стоит. Ну, то есть, грубо говоря, да, сейчас у Байдена, Байдену задают вопросы, а куда же ты столько денег, так сказать, тратишь, когда у нас здесь же в Штатах там есть масса проблем, вплоть до вот этой скандала с молочной смесью, которая недавно была, да, вот этот скандал, да, недавно был. Вот, что же ты такое делаешь? Но, во-первых, я бы обратил внимание, что это, конечно же, делается в основном республиканцами, то есть противниками демократической партии в американском парламенте, и делается, конечно, это с точки зрения предстоящих осенью промежуточных, так называемых, выборов, выборов в парламент. Они важны для американцев, и республиканцы будут долбить Байдена по всем возможным вопросам. Вопрос расходов на Украину является одним из таких, да. То есть, есть ли там возможность где-то придраться и спросить, куда же эти деньги расходуются, насколько это эффективно, есть. И все, чем можно долбить, так сказать, демократов, республиканцы будут использовать и будут их долбить. То есть, это в значительной степени вопрос внутриполитической борьбы в самих Штатах. При всем при этом надо понимать, что на самом деле и среди демократов, и среди республиканцев, к сожалению, есть согласие, или, как говорят, консенсус, да, есть согласие по поводу, в принципе, отношения к России и, в принципе, отношения к Украине. В принципе, к России относятся как к опасному оппоненту, не буду говорить к конкуренту, но к опасному оппоненту, который создает в мире, как бы, вот этот вот прецедент, случай сопротивления, причем эффективного достаточно сопротивления американской воли. Поэтому Россию они считают врагом, вот, как минимум, вернее, ну, так сказать, как минимум оппонентом, как максимум врагом. А к Украине они относятся как к средству для того, чтобы, значит, давить на Россию. Вот и все. В этом смысле, да, к сожалению, трезвомыслия в рядах американских политиков не наблюдается. Точнее, оно такое трезвомыслие, опирающееся на, значит, на теорию американского доминирования. То есть, с точки зрения обеспечения в любой ценой власти над всем миром, как бы, да, у них вот есть такое трезвомыслие. Но с точки зрения, например, поиска подходов, при которых будут учитываться взаимные интересы, там, и соблюдается безопасность, такого трезвомыслия в американской элите никогда не было. Вот, а после 91-го года оно вообще стало, так сказать, плохим тоном. И один из примеров, это то, как обрушились на Хиссинджера, бедного, так сказать, уже почти столетнего, значит, политика, который там высказался на последнем Давосе, по телевизору, как бы, выступил, и сказал, что, мол, Украина должна быть нейтральной и все такое. Так его вообще, это самое, облили помоями все, кому не лень, как бы, а на Украине вообще записали этого старикана, как бы, да, в базу вот этого миротворца вонючего. И так далее, и так далее. То есть, с одной стороны, требования к Байдену отчитаться, сказать и прочее, прочее, они каким-то фактором политической борьбы в Штатах являются. В принципе, мы можем это пообсуждать. Для нас это является информационным поводом. Но думать, что это означает какое-то изменение принципиальной позиции американской элиты, американского правящего класса по поводу вот этого вопроса, ну, к сожалению, не стоит. Хотя некоторые аналитики говорят о том, что, вот, мол, да, значит, есть такие люди, которые, как бы, Россию не любят, но относятся к этому более трезво. Некоторые даже называют Бёрнса, вот, этого самого, директора ЦРУ, по-моему. Вот, что, вот, мол, ты сказать, Бёрнс, он вот такой человек, ты сказать, какой-то более... Он, конечно, против России, но он более трезвомыслящий. Но я пока, честно говоря, следов этого трезвомыслия в политике, в конкретных шагах не наблюдаю. Понятно. Ну, и не будем обольщаться. Перемещаемся в Германию. Представитель правительства Германии Вольфангбюхнер рассказывал о решении Шольца поставить Украине самую современную систему ПВО-Ареште, и мы об этом говорили. И получилась такая штучка неприятная. Вопросы ему стали задавать, и ответы получились комканные. Так как у нас есть возможность послушать, то мы послушаем. Шольц на днях объявил о решении поставить систему ПВО-Ирис, только для неё не нашлось ракет. И тут журналисты задались вопросом, а куда предполагалось крепить эти ракеты класса воздух-воздух, если самолётов в украинской армии почти не осталось? В своей речи канцлер объявил о решении поставить Украине самую современную систему ПВО. Это система Ирис-Т. Насколько мне известно, это ракетная система класса воздух-воздух. Но ведь на Украине почти не осталось исправных самолётов. Получается, нет смысла поставлять им такие ракеты? Вы можете это пояснить? Мне придётся пропустить этот вопрос, поскольку он технического характера. Поведать о сроках возможных поставок современной системы ПВО тоже не смогли. Не нашёлся, что на это ответить и канцлер Олаф Шольц. — Ну вот такой сюжет, вот такая улыбка у военного человека. — Ну, с одной стороны, да, сюжет такой, который характеризует тоже такую, в общем, странную такую неразбериху во всех этих поставках, потому что, на самом деле, это не первый случай. До этого возникла проблема с поставкой вот этих зенитных установок «Гепард» из Германии тоже. А почему? Потому что боеприпасы к этой установке делаются в Швейцарии, а Швейцария вроде как не хочет давать разрешения на то, чтобы эти боеприпасы были бы поставлены в зону вот этих боевых действий на Украине. И получается, что «Гепард» есть, как бы, а боеприпасов, а зубов у неё нет, да. А боеприпасов к этому «Гепарду» нет. Это первое. Второе, как бы, да, есть проблема вообще, так сказать, да, с наличием этой техники у всех этих европейских армий, и даже американской, потому что, на самом деле, европейские армии, особенно после распада Советского Союза, они вообще серьёзно сократились. И там запасов техники, таких огромных, да, немеренных, какие сложились у Советского Союза, особенно на западном направлении, в Европе просто не осталось, их просто нет. Да, советская техника, она в значительной степени, как бы, уже использована, её выгребли и отправили на Украину, и частично она уже сгорела там. А своей собственной западной техники её просто, ну, катастрофически не хватает, да. Вот такая же, так сказать, ситуация с этими ракетами. Действительно, куда их подвешивать, непонятно, если авиации там совсем немного. Да и то, вот, насколько я понимаю, уже то, что сейчас есть и летает на Украине, это уже самолёты и вертолёты, которые советского производства, которые тоже каким-то образом там передают из бывших стран Варшавского договора. Вот, но, то есть, это, как бы, вроде как хорошая новость для нас, и не очень хорошая, так сказать, для Украины. Вот, действительно, там есть какая-то неразбериха, и есть такое впечатление, что, в том числе, Германия делает какие-то заявления, чтобы казаться той страной, которая активно помогает, активно помогает, значит, Украине. Но, вот, на самом деле, после громких заявлений, которые широко обсуждаются, да, начинают люди разбираться в этих делах, и, оказывается, там есть масса проблем, и неизвестно, когда это будет. Вот, но есть здесь и неприятная сторона, потому что, если они собираются поставлять ракеты класса воздух-воздух, вот, то это может косвенно означать, что они готовы рассматривать, или уже рассматривают, или уже готовы это делать, поставлять на Украину западные самолеты. Потому что есть, действительно, слухи о том, что в Европе, может, даже в Америке, уже идет подготовка экипажей, ну, вернее, не экипажей, а пилотов для этих западных истребителей, F-16, например, те же самые, да, ввиду того, что, как бы, на западную технику надо переучиваться, а вот эти самолеты советского производства, ну, просто тупо заканчиваются, физически заканчиваются, да. Есть такие данные. Я думаю, что, в любом случае, это процесс небыстрый, потому что, все-таки, научить летать на самолете другого типа, это не то же самое, что научить стрелять из гранатомета другого типа, да, с какого-нибудь «Дживелина», там, или «Энлава», или прочее-прочее. Это разного порядка сложности задачи. Но, к сожалению, это может означать косвенно то, что где-то там, в этом НАТО, прорабатывается, обсуждается и готовится вопрос поставки на Украину, уже этих европейских и американских, или американских, или европейских боевых самолетов. Вот другой вопрос, что чем сложнее техника, чем она дороже, тем меньше возможности, на самом деле, поставлять такую технику у Европы и Америки. Потому что или у них самих ее не хватает, или, как бы, да, налаживать производство, а с производством проблемы. Ну, вот об этом уже довольно много говорили, там, ну, условно говоря, там, те же, так сказать, штаты, или та же Европа. Если посмотреть вообще на ту технику, которая стоит у них на вооружении, это в значительной степени техника, которая там, производство которой или уже закончилось, вот, или, как бы, ну, оно производится в очень небольших этих самых, небольших, так сказать, масштабах. Вот, например, скажем, основной танк американский, который у американской армии на вооружении, его производство закончилось еще в начале нулевых. То есть все, прекращили вооружение. Или, например, ситуация с теми же самыми стингерами, которые, как бы, американцы поставляют на Украину, это так. Но эти стингеры заканчиваются, да, а поставлять новые не из чего, потому что производство этих стингеров в Америке давно закончилось. Чтобы его возобновить, надо возобновить с нуля практически производство некоторых деталей и запчастей, которые вообще уже не производятся. То есть есть вот модернизированные эти системы, но, например, то, что поставляется на Украину, требует таких запчастей, которых просто нет. Вот поэтому здесь, с одной стороны, конечно, не стоит преуменьшать вообще опасность поставок западной техники, но, с другой стороны, надо понимать, я вчера уже об этом говорил, мы с вами разговаривали, что вот эти все поставки РСЗО и прочее, прочее, это на самом деле реакция, реакция на то, что у украинской армии все меньше и меньше тяжелой техники боевой. Ее остается все меньше и меньше. Есть ли у Запада такое же количество техники, которое, так сказать, выбывает на этой самой, выбывает на Украине, и такое же количество боеприпасов, которые там для этого нужны? Ответ – нет. Нет. Да, они что-то поставляют, что-то будут поставлять, но на сегодняшний день ответ – нет. Это невозможно сделать быстро, как бы, да, и заместить количество, так сказать, той техники, которая выбивает. То есть, если говорить проще, на полях сражений, как бы, выбиваются техники больше, чем поставляет Запад, и чем он готов поставить, да. Например, скажем, по тем же «Стингерам», американцы одобрили программу поставки «Стингеров», значит, в довольно большом количестве на Украину, но программа эта рассчитана, внимание, на срок до 2026 года. То есть, программа там, по-моему, полторы тысячи «Стингеров», да, должны быть поставлены, но эта программа рассчитана на 4 года. Что будет через 4 года, вообще никто не знает. И не знать не может. Вот, на самом деле, как бы, да, это большой вопрос. То есть, с одной стороны, как бы, конечно, это опасность. Конечно, как бы, да, на самом деле, надо делать все. Я вот тут в первой получасовке говорил там про эти транспортные коммуникации, чтобы минимизировать эту опасность. Но, с другой стороны, и, как бы, надо признать и то, что у Запада, на самом деле, нет безграничных возможностей по поставкам этой техники на Украину. Ну, ведь, Сергей Александрович... Хотя, секунду, да, я просто скажу. Хотя, действительно, там, несколько недель тому назад, месяц назад, когда Байдену задали вопрос, какие возможности у американцев по поставкам, он сказал, наши возможности безграничные. Безграничные. Ну, вот он буквально сказал, безграничные наши возможности. Я думаю, что он, ну, мягко говоря, так сказать, выдаёт желаемое за действительное. Конечно, Америка – это очень мощная страна. Конечно, блок НАТО – это очень мощный блок. Но и их возможности для того, чтобы поставлять технику на Украину, не безграничные. Не безграничные. Вот сейчас они там грозятся поставить, например, на эти беспилотники «Грей Игл», что ли, да, «Грей Игл», да? Вот, которые, действительно, хорошие беспилотники, они лучше бы «Арактаров», но в каком количестве? В количестве четыре штуки. Вот. Не надо преуменьшать, как бы, да, но не стоит преувеличивать, потому что, ну, четыре штуки – это и есть четыре штуки. Вот, собственно, всё. Я вот всё же думаю, оружейный, он такой же рынок, как и другой. Если сейчас Европа истощит все свои запасы, то прекрасно американцы начнут работать, налаживать производственные линии и продавать. Ну, они в том числе поэтому, на самом деле, разжигают конфликт на Украине, потому что и поддерживают его. То есть, с одной стороны, есть, конечно, политический расчёт от давления на Россию, ослабления России, там, и всё такое, поддержка Украины. Потому что, ещё раз надо сказать, что, если бы не западная поддержка Украины, ну, в общем, вся её техника уже сгорела в боях. Она уже сгорела, всё, её вообще бы уже ничего не осталось. Это совершенно очевидно. Но когда они сами показывают, так сказать, кадры, что они достают откуда, вообще непонятно откуда, там, пулемёт Дегтярёва, как бы, и пулемёт Максим, вот, и, как бы, да, стреляют из них, поставляют их в это самое, так сказать, в части. Но это говорит о многом, это говорит о многом, да. Вот, фактически, музейные экспонаты, как бы, да, из каких-то, там, запасников, там, достают и давай из них стрелять, с одной стороны. Но, так сказать, с другой стороны, ещё одна, как бы, ещё одна цель, да, она чисто экономическая. Есть вот серьёзная экономическая цель по разрыву связи между Европой и Россией, про что вот мы много говорим. И привязка такая, очень мощная привязка на долгие десятилетия вперёд Европы, европейской экономики к американской, вот. Но есть вообще совсем такая, действительно, совсем такая меркантильная цель. Чем больше будет вооружение потрачено в войне на Украине, тем больше будет заказов у американского военно-промышленного комплекса, потому что конкурентов у него, у этого ВПК, фактически нету. Европейский военно-промышленный комплекс, конечно, тоже может с этого что-то поиметь. Но, по большому счёту, конкурировать с американцами они не способны. Вот, собственно, и всё.